здравствуйте уважаемые друзья здравствуйте уважаемые зрители напоминаю что в эфире канала nextv в эфире радио nextfm а также на наших страничках facebook и youtube арча медиа выходит очередная прямая трансляция я сразу обращусь к вам чтобы вы не скупились на лайк и чтобы это видео ее прямую трансляцию запись увидела как можно большее количество человек потому что нам необходимо равна ваша поддержка ваше внимание и наверное ваше сочувствие потому что не ослабевают нападки на независимые сми мы не устаем напоминать о том что по-прежнему находится под стражей директор телеканала nextv и подвижек его деле как-то пока не видится болот темиров пострадал кактус медиа пострадали и вот очередная жертва закручивания гаек ресурс республика кейджи мы сегодня с огромным удовольствием хотя и не по самому приятному поводу пообщаемся с главной редакторкой уж простите за этот именитив замеры седыковые но прежде чем мы начнем давайте услышим комментарий в том числе министерство культуры информации туризма и спорта который вот начал реализовывать закон о защите от недостоверной информации напоминаю что сайт республика кейджи был заблокирован благодаря хотя не совсем наверное уместное слово этому закону смотрим сюжет после чего в прямом эфире общаемся сами сейчас да замер мы прекрасно слышу вот Продолжение следует... 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 Ну что ж, вот такие комментарии от нашего Министерства культуры и информации. Замира, ну вы как сами расцениваете, насколько ложной и недостоверной информацией были те расследования, которые Медиаресурс Республика опубликовал, и насколько вообще правомочным и насколько справедливым было решение заблокировать сайт Республики Киджиев? Ну, во-первых, значит, то, что касается публикации о Петтосунове, это все абсолютно, значит, было подтверждено фактами. На суде он подал против газеты три иска. Во всех судах мы доказывали наличие наших конкретных документов, фактов, буквально там зафиксированных государственными органами, часть из них. Но суд не всегда прислывал, значит, какие-то факты. По одному иску, значит, он отклонил, вернее, не отклонил, он как бы признал его оскорбленным и вынес решение, что мы должны опровергнуть эту публикацию. А в отношении второй публикации за март 2019 года, там, значит, получается, контрабанда в аэропорту Манас номер три, статья третья у нас была статья, по ней суд вынес решение, что частично удовлетворить иск Петтосунова. И, то есть, это говорит о том, что суд принял наши доводы, принял факты, которые мы излагали. Вопрос, значит, Министерство культуры, каким образом тогда блокируют статью, сайт, где опубликована статья, где суд признает факты, изложенные нами, пусть частично, но признает эти факты, что они имели место, да, и отклоняет иск Петтосунова. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что, ну, про суды не будем говорить, да, судами все как-то, в общем, понятно у нас давно, они могут принимать любые решения и, значит, признавать доводы наши или не признавать наши доводы. Хорошо. Как Министерство культуры тогда по публикации, в которой суд все-таки признал частично факты, значит, имевшему место, да, то, что мы излагали, и, значит, тем не менее, они блокируются. Вот, у меня вопрос к кому, не знаю, к Министерству культуры, к правительству. Вот, это второе. И самое главное, это я говорила на суде, на городском суде, когда мы подавали апелляцию по одной из публикаций, по одному из исков Петтосунова. Я говорила, слушайте, уже суд, уже генпрокуратура, значит, КГБ расследовали факты, которые были у нас опубликованы. По многим из них, кстати, дела еще не закрыты. И генеральная прокуратура это подтвердила нам в свое время, в прошлом году. И, тем не менее, суд все-таки признал его замешанным в коррупции, да. То есть, Ленинский суд и, в общем-то, вот эти вот 200 тысяч, которые он выплатил. О чем это говорит? О том, что он говорит, говорит о том, что он коррупционер. Я на суде говорю. Да, пусть частично какие-то факты, допустим, вы не признаете, хотя мы подавали все документы какие-то, пытались, значит, доказать подлинность этих фактов. Суд не признал в силу того, что этот документ не является там, допустим, ну, как сказать, ну, допустим, экспертиза независимого аудита. Она не признается судом. Должна быть экспертиза там, государственная экспертиза при правительстве. А государственная экспертиза, аудит, который делает экспертную оценку при правительстве, там такая очередь на два-три года вперед. И добиться того, чтобы эта государственная инспекция рассмотрела факты под Актасунову, требует времени. То есть, все требовало времени. Несмотря на это, несмотря на то, что все-таки процессы в судах идут, несмотря на то, что возбуждены уголовные дела и не закрыты. Значит, в Генпрокуратуре, в КГБ. И по фактам в КГБ, значит, тем не менее, ИСОП принимает решение и признает его коррупционером. Министерство культуры, значит, берет и удовлетворяет его, значит, жалобу на нас и закрывает сайт. Это борьба с коррупцией. Нет, мне кажется, это борьба с независимыми и свободными СМИ. Но, Замир, так и непонятно. Вас заблокировали на два месяца. Что вам конкретно сказало Министерство культуры? И как же вы в дальнейшем будете... То есть, вас просто заблокировали и все? Да. Замир, в таком случае у меня вопрос. А какие теперь будут ваши действия в правовом ключе? К кому вы будете обращаться? Если вы говорите о том, что незакончены уголовные дела в отношении героя вашего расследования, если продолжаются какие-то процедуры в ГКНБ, может быть, тогда имеет смысл обратиться в том числе, я не знаю, к господину генеральному прокурору, господину Зулушеву, к нашим борцам с коррупцией, как они себя называют. Господин Уташиеву, может быть, председатель Государственного комитета национальной безопасности. Господин президент Садыр Дяпаров у нас тоже активно выступал, во всяком случае, публично. Его лексика была полна заявлений о том, что с коррупцией будем бороться. Ваши дальнейшие действия будут какими? Я думаю, что здесь нужно обращаться. Это все то, что все, кого вы перечислили, они будут ссылаться на этот закон. То есть они инициировали этот закон. Власть вся вместе, вместе с президентом Садыром Джапаровым, вместе с премьер-министром Аклбеком Джапаровым, вместе с Камчебеком Ташиевым, председателем ГНБ, вместе с Залушевым, генпрокурором. Они все знали, что есть такой проект закона. Они его инициировали. Они подали его, значит, Джабарху Кеннежу. Джабарху Кеннеж его одобрил, президент подписал. Они все будут ссылаться, что вот закон есть, и мы не можем никак вмешиваться, скажем так, вмешиваться в этот процесс. Остается только идти в суд. То есть, по всей видимости, мы будем, ну, естественно, будем задействовать. Потому что это прецедент. Не хочется, чтобы он как бы повторялся, чтобы они там развязали себе совершенно руки. Это Министерство культуры или правительство, скажем так, развязало руки и могло закрывать все сайты, блокировать всех и все, что угодно делать. Поэтому будем подавать в суд через наши правозащитные организации, через медиаполисы, через юристов, которые занимаются СМИ, защитой СМИ. От тебя хочется, конечно, добавить, да, чтобы активное участие все гражданское общество приняло в этом деле, потому что вы очень точно подметили, это опасный, крайне опасный прецедент. И возвращаясь к тому, с чего мы начинали сегодняшнее наше общение, он, к сожалению, является лишь звеном этой печальной цепочки, когда на неугодные СМИ, которые публикуют в том числе и факты коррупции, оказывается давление через суды, оказывается иногда давление не только через суды. И это не хочется, чтобы та единственная, возможно, ну не единственная, но одна из немногих вещей, которые за 30 лет независимости наша страна приобрела, это гражданское общество и свобода слова, чтобы она вот так вот сейчас в пух и прак просыпалась. Замира, вот если брать, ну что называется, температуру по палате, вы как человек с огромным опытом в журналистике, в медиа, вы чувствуете в последнее время вот то самое закручивание гаек, о котором все говорят? Я не думаю, что это закручивание гаек как-то продолжалось в предыдущие годы. Сейчас идет просто тотальный стоп-кран. То есть уже речь не идет о закручивании, речь не идет о деликатничании со СМИ, допустим, и так далее. Нет, просто взяли, заблокировали. Ну все, что еще против после этого сказать? Или взяли, сфабриковали дело против Темирова, или что еще? Ну, во всяком случае, знаете, дальше физические какие-то, наверное, будут применяться методы борьбы с инакомыслием и с людьми, которые говорят правду. А самое главное, да, самое главное, вот еще более-менее, наверное, что-то говорить можно, да, скажем так, просто высказывать свое мнение. Но что касается фактов коррупции, да, то есть с коррупцией вот сегодня бороться практически невозможно. Вот я делаю такой вот вывод. Потому что мы не можем доказать, вот, или мы не можем вот коррупционера назвать коррупционером. Вот мы коррупционеры, которого признал суд коррупционеров, да, мы напечатали, опубликовали, сказали, вот вам, пожалуйста, вот факты. Факты излагаются для чего, кстати, вот во всех этих коррупционных схемах? Для того, чтобы помогать власти и показывать, вот есть такие коррупционные схемы. Дело не в тактасунове, таких как тактасунов, знаете, сколько там, сколько у нас, вернее. Вот, просто показывать, что вот эти схемы нужно убирать. Их надо, если, чем больше мы будем убирать этих, выявлять эти схемы и их убирать, тем чище будет наша власть, наше правительство. Вот, поэтому и наши вот эти вот попытки, да, вот эти вот журналистские расследования, они на самом деле совершенно никому не нужны получаются. Замир, а как тогда воспринимать вот то, о чем я сказал? И господин премьер-министр, Ахилбек Джафаров, вот говорит вовсю о том, что сетует на то, что с коррупцией надо, во-первых, бороться, во-вторых, то, что она не уменьшается. Опять-таки, повторюсь, публично, со всех высоких, даже самых трибунах, то, что мы будем бороться с коррупцией. И по факту, те люди, которые реально с ней борются, а, к сожалению, в нашей стране это в основном журналисты, независимые журналисты, этих людей, им не то, что не помогают, их не то, что не защищают, а их всячески стараются, не знаю, устранить. Пока в юридическом смысле этого слова. Но мы помним, к сожалению, историю нашей страны, в которой были и физические расправы над журналистами. Да, власть, она, знаете, это вот такой вот орган, который должен что-то декларировать. И коррупция – это одна из деклараций. Но что такое декларация? Декларация – это на самом деле она ни к чему не обязывает. Они должны это повторять время от времени, что они борются с коррупцией, для того, чтобы простые граждане в это верили, скажем так. То, что они декларируют и выступают перед публикой, это, значит, открытое. У них есть свои подконтрольные СМИ, через которые они это декларируют и выступают. А те СМИ, которые это опровергают, они вот так вот потихонечку, потихонечку, они, значит, открывают, блокируют и не дают им, не дают возможности общества иметь доступ к разного рода ресурсам, чтобы иметь независимую точку зрения, независимую информацию. Поэтому это два берега, это, знаете, это совершенно два разных противоположных берега. И они с одной стороны, значит, одно декларируют, а на самом деле делают другое. Ничего нового нынешняя власть не делает, если только вот, ну, если не считать вот этого закона, да, который они приняли. Вот это новое, потому что, допустим, в 98-м году меня посадили в тюрьму, ряд журналистов, да, газеты «Республика». Но то, что мы публиковали, значит, факты, и даже не то, чтобы коррупции, речь шла вообще о том, что идет спад горнодобывающей отрасли, что кунтор не приносит тех дивидендов и той прибыли, которую, значит, мы бы все ожидали, и, возможно, об этом замешана власть каким-то образом, в свою пользу и так далее. Нас их посадили. Вот, посадили, и, в общем, это было уже в истории. Сейчас блокируют сайты, потому что посадить, оказывается, тоже невыгодно, ну, как-то, наверное, тоже неинтересно, и так там тюрьма уже, это КГБ, СИЗО КГБ переполнено, да, вот, ну, наверное, проще заблокировать. Ну, люди там тоже, оказывается, по-разному оказываются, кого-то, как вот Болото Тимирова спецназ «Альфа» приводит, а кто-то приходит в сопровождение, адвокатов, некоторых других людей сам. Очень тоже такое, знаете, очень выборочный подход. Замир, вот я, знаете, вас о чем-то... По поводу выборочности подхода. Вот, значит, у нас придумали закон об этом, ой, как это сказать, когда ты можешь откупиться. Вот Токтасунов, например, откупился, да, вот он коррупционер, он откупился, и он на свободе. А люди, которые не могут откупиться, которые не воровали, например, что им делать? То есть закон работает очень выборочно, вы абсолютно правы. Замир, я, знаете, еще о чем хотел спросить? Вот экс-президент Алмазбек Атамбаев, когда уже оказался тоже в местах лишения свободы, он сетовал на то, что ему в свое время как раз-таки нужно было прислушиваться к гражданскому обществу, к представителям НПО, к представителям независимой прессы. А у него были эпизоды в его биографии, когда он сам судился, собственно, с кактус-медиум, судился с некоторыми другими СМИ, но вот он потом как бы, ну, раскаялся, если так огульно говорить. Как вы думаете, почему осознание того, что независимые СМИ, гражданское общество, ругаемые всеми НПО и НКО, они способны хотя бы какую-то малую толику справедливости в обществе сохранить, приходит после того, только после того, когда ты сам стал жертвой несправедливости? Ну, тоже абсолютно понятно, да, он стал жертвой и ну, вот видите, это еще раз должно как-то быть каким-то уроком, но урок нашей политики не проходит, понимаете, вот и то, что он получил свой урок, он это признал, тем не менее, значит, нынешняя власть к этому никак не прислушивается, а вот скорее всего они прислушались, наверное, Каскару Акаевичу, который недавно сказал, если вы помните, что самая большая ошибка его была, это как раз то, что он дал возможность развитию независимых СМИ в Кыргызстане, то есть у всех разные, у нас наше наследие очень такое противоречивое, это говорит о том, что у нас не сформировались институты власти, у нас общество, несмотря на то, что вот мы говорим вот сейчас мы говорим о том, что у нас достаточно сильно гражданское общество и так далее, но все это на самом деле уходит как-то в прошлое, и все меньше слышатся голоса в защиту, понимаете, то есть такого разумного и такого здравого смысла все становится меньше и меньше, даже в социальных сетях, знаете, я вот, например, получила лайков, получаю лайков больше на свои какие-то частные фотографии, допустим, да, в социальных сетях, или какие-то такие забавные, да, какие-то моменты, комментарии, чем на то, что я опубликовала вчера по поводу закрытия нашего сайта. Вот это о чем-то Замир, это в том, что общество деградирует? Да, общество все меньше и меньше понимает и осознает смысл независимых СМИ, независимого мнения. Да, есть сильные группы, которые уже давно работают, и как-то это все, скажем так, ну, все больше пулуарно как-то происходит, знаете, я бы сказала, а вот с широкими массами работают меньше, поэтому вот эти декларации власти, которые они используют, используя свои СМИ, они делают и говорят, что они борются с коррупцией, это как-то видимо больше доходит, что ли. Замир, ну, вы знаете, я иногда общаюсь с представителями российских независимых масс-медиа, которые, ну, собственно, уже зачищены подчистую, да, многие из них покинули пределы Российской Федерации, и они, вы знаете, с таким восхищением говорят, вот, Кыргызстан, страна независимых СМИ, страна сильного гражданского общества, я понял свою ошибку, я им задавал вопрос, как нам не стать, ну, условно говоря, Россией 2.0, как нам не потерять и независимые СМИ, и гражданство, я понял, что, ну, у них, наверное, мало экспертизы в этом вопросе, потому что они эту войну проиграли, ну, как бы это грустно не было, да, но в общем и целом они уже не влияют в массе своей на те процессы, которые происходят в Российской Федерации, поэтому я спрашиваю у себя и у вас, конечно же, как нам полностью не проиграть эту, уж простите, битву за пафос, как нам не упустить, не потерять страну, которую мы любим искренне, которую мы хотим сохранить свободной, яркой, в которой будет слышен каждый голос, и в которой и независимым журналистам и представителям гражданского общества не будет запрещено ни под каким предлогом рассказывать правду, выражать свое мнение, бороться с язвами нашего общества, вот вы как видите этот процесс, как вы видите, не знаю, эту борьбу, чтобы ее не проиграть? Ну, в любой истории бывают подъемы, и, значит, некоторый спад, поэтому, в принципе, я не вижу, не делаю из этого трагедии, просто нужно продолжать этот свой путь, и каждый, кто может, должен его продолжать, стараться там отвоевывать, скажем, свою независимость и свободу, и эти примеры, они как бы просто, их надо побольше об этом говорить, и сейчас социальные сети достаточно сильные, просто нам надо, может быть, ну, во-первых, безусловно, нам надо поддерживать, друг друга, да, это вот, ну, как скажем, вот эта солидарность, которая у нас всегда, ну, востребованная, ну, нужна, да, для нас, и мы все время об этом говорим, или периодически говорим, вернее, но вот это, к этому надо возвращаться, и надо, как бы, делать конкретные, там, скажем, такие шаги, мероприятия, и надо чувствовать, что мы солидарны друг с другом, поддерживать друг друга, это первое. Второе, конечно, это то, что не надо бояться, знаете, не надо бояться, история Кыргызстана, независимого, она показала, что режимы сменяются, да, революции происходят, вот, а востребованность независимых СМИ, и гражданского общества, она остается, вот, и она все равно будет как-то продвигать дальше наше общество. Власть приходит и уходит сегодня, смотрите, они меняются, они сегодня в тюрьме, завтра в президент, послезавтра опять в тюрьме, то есть, знаете, это все, это все уже показало, что на самом деле власть, она, она очень уязвима, она очень недолговечна, проблема, опять же, проблема не в нас, мы досмотрим на эту власть, и нам остается только немножко говорить, что это вот, ну, еще немножко, хорошо, мы потерпим, мы подождем, что будет с вами дальше, если вы будете продолжать, так же, да, допустим, да, коррумпироваться, так же, допустим, подавлять гражданское общество, так же закрывать СМИ, ничего не произойдет, очередная, я не знаю, что-то произойдет, но я не хочу говорить революция, потому что тут там Чебек Ташир, значит, всех напугал, да, недавно, что он со всех-всех там там прах развеет, да, и так далее, но ради Бога, и такое мы тоже слышали, может быть, немножко в других словах, в других тонах, но это мы проходили подождем, этажит недолговечный, поэтому все нормально. Замир, вы знаете, я еще какую важную тему, у нас все меньше и меньше времени остается, но я хотел очень важную тему обсудить с вами, как нам достучаться до народа, ну, понятно, многие скажут, что, во-первых, учите государственный язык, всем этим людям я могу сказать, что потихонечку начинаю, но мне кажется, не в этом дело, и важность еще, вот кейс такой, может быть, отдаленный принесу, когда был всплеск, знаете, такой, таких ужасающих новостей об изнасиловании несовершеннолетних, причем в том числе и сотрудниками правоохранительных органов, наши коллеги, в том числе наши коллеги, Назири Айбековой, начали простые люди присылать огромное количество ужасающих, душераздирающих историй из разных концов страны. И вот, мне кажется, это показало, что важно иметь простому рядовому гражданину страны каких-то медийных представителей, которые могут их боль, их страдания, те чудовищные ужасы, которые они переживают, несправедливость от власти, несправедливость от правоохранительных органов, несправедливость бытовую, чтобы их... Вот как нам убедить наш прекрасный кыргызский народ, что независимые СМИ необходимы, прежде всего этому народу, для того, чтобы о тех ужасах и несправедливостях, которые он испытывает, во-первых, знали, во-вторых, не замалчивали, и в-третьих, чтобы с ними все-таки начинали бороться. Вот как вы думаете, какой путь? Вот это очень хорошее, кстати, очень правильно вы отметили. Знаете почему? Потому что вот наша пресса как-то в основном концентрируется вокруг власти, вокруг того, что происходит вокруг них, допустим, как они сегодня одели, что они говорили, что они пили, что они ели, допустим, кого они там продвинули во власть, назначили куда-то и так далее. Мы, ну, все меньше, значит, вернее, не все меньше, а практически мало говорим вот о том, чем живут простые люди. Вот. И может быть, вот действительно, вот такие истории, они как бы вот больше будут притягивать простых граждан и понимание того, что, допустим, гласность, открытость и, значит, СМИ, они нужны для этого, чтобы это не повторяло, чтобы такого не происходило за вот таких вот фактов жизненных, скажем так. Но, к сожалению, у нас все в СМИ сконцентрировано. В Пешкеке, сами знаете, нам очень сложно, журналистам очень сложно, СМИ очень сложно отследовать локальные новости, то, что происходит в регионах и так далее. Вот такая вот обыденная, простая жизнь простых граждан. Нам никак вот до них не добраться, и когда, и они не чувствуют обратной связи именно поэтому. Поэтому вот для них как бы СМИ все время воспринимаются как полиполитической битвы разных, значит, группировок, разных политических сил. Вот это большая проблема. Я с вами абсолютно согласен. Замира, ну и, наверное, о каких-то, как теперь будет работать республика, вновь вернемся, наверное, к не самым показательным все же кейсом, когда там условно закрыли телеканал «Дождь», там они как-то худо-бедно продолжили свою работу. я видела, они зарегистрировались в Латвии, и теперь они будут вещать из Латвии. на самом деле, сайт работает за пределами Кыргызстана. Я его администрирую, то есть, и так далее. Но, значит, поскольку он заблокирован на территории Кыргызстана, мы будем судиться, будем смотреть, а новости из Кыргызстана все равно отслеживают и наши соотечественники за рубежом, которых очень много сегодня. И это тоже большая проблема, что все уезжают, кто не видит себя в стране. И, да, это как-то не способствует такой динамике положительной. Вот давайте в оставшееся время немножко обсудим. Вы знаете, есть разные мнения по поводу того, хорошо или плохо, что огромное количество компетентных, экспертных, образованных, интеллигентных, условно, назовем так, людей, покинули нашу страну в поисках лучшей жизни. Сейчас не только про наших мигрантов, которые, скажем так, составляют основную часть экономического развития нашей страны, но и про людей, которые покинули Кыргызстан, условно, навсегда, получили гражданство США, Европейского Союза, стран ближнего зарубежья. Они могут, все-таки они, как бы там к ним ни относились, они тоже болеют, страдают, судя по тоже активности в соцсетях. Скажите, они могут, могут ли они, той силой, которая, ну, тоже будет иметь какое-то влияние? Или все, это уже отрезанный ломоть, уехали и не вмешивайтесь в то, что тут происходит? Нет, вы знаете, вот они как раз составляют достаточно активную часть в социальных сетях. Вот, высказываете разницу во времени и то, что они, допустим, вот отслеживают новости ночи, то, что, ну, как бы, смена времени, скажем, да, очень хорошо влияет, и они могут потом комментировать, находить время комментировать и реагировать. И самое главное, что они не боятся. Ну, это тоже, знаете, из истории, в общем, классики, да, что называется, это уже классика, что были периоды у стран, у народов, когда вот сознательная часть эмигрировала и, значит, свой голос там, допустим, подавала и как-то влияла на процессы, которые происходили в их странах, откуда они вынуждены были уехать. Я думаю, что это нормальный процесс, но а что делать, если нет рабочих мест и нужно содержать родителей, многие делают большой класс именно вот в то, чтобы выживала основная часть населения, которая осталась в стране. Это уже классика и мы тоже проходим этот период. Я, конечно, ни на что не намекаю, но Лейба Бранштейн, более известный как Лев Давидович Троцкий и Владимир Ульянович, Владимир Глиич Ульянов-Ленин тоже были сначала эмигрантами, а потом мы помним все, что произошло в Российской империи в 1917 году. Замира. Замир, благодарю вас за эфир. Правда, мы выражаем как СМИ, как люди, как граждане Кыргызстана вам всемирную поддержку, помощь и действительно вы правы, что в эти нелегкие времена особо важно консолидироваться, поддерживать друг друга. Хочется верить, что ситуация и с созданием республика, и с директором телеканала НКС-ТВ Аталам Душибиевым, и нападки на болото Тимирова, и нападки на кактус-медиа, и вообще любое противодействие независимой журналистики, свободе слова в нашей стране будет преодолено, потому что, на мой взгляд, без свободы слова нормальное развитие страны невозможно. Поэтому, Замир, вам удачи, и хочется, чтобы как-то и наше адвокатское сообщество включилось в этот процесс, и коллеги-журналисты вас поддержали, ну и эфиры наших каналов, и телеканала НЕКС-ТВ, и другого канала, на который вас тоже с удовольствием приглашаю, всегда открыто. Спасибо вам. Чего, выживем, продержимся, не такое проходили. Да, ни в коем случае не отчаимся. Также благодарю наших зрителей, напоминаю, что чем больше лайков вы поставите, тем большее количество людей увидит уже запись этой трансляции. Мы выходим на телеканале НЕКС-ТВ, на радио НЕКС-ТФМ, а также на страницах Харча Медиа, Facebook, YouTube. Берегите себя, берегите свободу. Увидимся, когда увидимся. Спасибо большое.